И давайте поприветствуем нашего первого гостя, главного японолога Украины, Михаила Шеттельмана. Михаил, я вас приветствую. Здравствуйте, не знаю, почему меня в японологе записали, но пусть будет, да. Это, конечно, шутка, но я думаю, что если я спрошу вас любой вопрос задан по поводу Японии, вы, как всегда, скажете так, что все подумают, что Шеттельмана знает про Японию больше всех остальных. Просто, ну вот, на самом деле, почему я упомянул Японию, вот завтра у меня будет, Михаил, интервью на главной японской телевидении NHK. И, собственно, вот журналист тебе позвонил и сказал, что мы хотим с тобой, разумеется, поговорить в первую очередь о заявлении Путина, о размещении на территории оккупированной, по сути, Белоруссии тактического ядерного оружия. По словам Путина, Российская 1 июля, заявляющая, сообщил, что уже передал Белоруссии комплекс «Искандер», который, представителем ядерного оружия добавил, что самолеты ВВС Белоруссии переоборудованы для его применения. Ну и, собственно, потом еще и прессовой купил, что, собственно, Лукашенко уже давно ставит вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Так вот, далекая Япония встревожилась. Мишель Боррель встревожился. И, кстати, мне говорят, что есть у нас заявление этого. Давайте глянем, что он там сказал. Белоруссия. Это просто поводом послужило, наверное, заявление замминистра обороны Великобритании, что не собираются поставлять снаряды на Украину с объединенным ураном. Повторяю, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Это очевидная вещь. Но даже вне контекста вот этих событий, этого заявления, Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. Но здесь тоже нет ничего необычного. Нет ничего необычного. Но какой-то просто абсурд, учитывая, что по погоду не делается. Размещение на Белорусской территории ядерное оружие, которое достают везде. Европа, понятно. США. То есть что там еще нужно? Какие-то острова Тихом океане, которые не достаются из территории Российской Федерации. Ну, что решит на поверхности? То есть продолжение ядерного шантажа, тут ничего нового не скажешь? Или вы что-то тут нашли интересное, как всегда, Михаил? Ну, во-первых, они размещают там это ядерное оружие вместе с эскандерами. То есть идея еще идет не о межконтинентальных ракетах, которые действительно можно из любой точки доставать, и разницы нет. Но для Польши, например, это, я думаю, все-таки есть определенная неприятность. Для Польши, для Румынии, скажем, для Венгрии, я думаю. Потому что вот там уже действительно именно баллистические ракеты из эскандера, которые достаточно трудно сбивать. И они из России бы не достали, например, до Румынии. Или из... ну, до Венгрии, да, скажем, как минимум. А здесь достанут до определенных областей. Польши они бы из России не достали. Из Калининградской области они докуда-то долетят, докуда-то уже и не долетят. Так что есть тут всякие нюансы, на самом деле. Ну, не знаю там точный радиус действия, но тем не менее, это все-таки неприятно достаточно. Литва сегодня уже заявила, что НАТО все равно, потому что где находятся эти ракеты, потому что НАТО одинаково защищено везде от российских ракет. Но, во-первых, Украине не все равно. Вот вообще. Вот Украине совершенно, я думаю, не нравится. То, что, так как мы главная цель для российского ядерного оружия, не то, что еще и белорусы в нас будут стрелять ядерным оружием, это все не очень приятно. И хочется ответных действий. Вот честно, мне как бы больше всего интересует не то, что сделал Путин. Понятно, что он сделает то, что захочет в этом смысле. У него есть возможность разместить там ядерное оружие, он его разместит. Но пока все встречные заявления слишком мирные. Ну, просто слишком мирные. Когда Россия заявила в начале войны, что она применит ядерное оружие против Украины, то, например, правительство Великобритании, США сказали, что нанесут ответный удар по России. Сейчас вот Россия решила разместить в РБ ядерное оружие. А почему никто до сих пор не подумал, что надо в Украине разместить ядерное оружие? Я думаю, что... Ну, кстати, вот институт, наверное, вы знаете лучше меня его название, институт за ядерное разоружение, есть такое, как-то так, заявление. Это непростой институт. Они нобелевские лауреаты 2017 года за усилия в области ядерного разоружения. И их заявление было хотя бы самым жестким из всех. Потому что они сказали, что пока у Путина есть ядерное оружие, у Европы не может быть безопасности. Вот такое заявление. Которое от институтского лауреата звучит так, что получается, что надо убрать Путина, иначе не будет мира никогда и безопасности в Европе. Но мы в Украине, естественно, думаем по-другому. Пока в Российской Федерации есть ядерное оружие, не может быть безопасности в Европе, и тем более в Украине. Поэтому я думаю, что вот такие действия Путина должны приводить к более жестким для начала мерам. То есть вводу ядерных вооружений на территорию Украины, во-первых. Если НАТО не согласится, но я думаю, что Украина должна заявить, что будет создавать свое ядерное оружие. Когда-то Зеленский, кстати, перед войной говорил, это на форуме в Мюнхене, что если нас по Будапештскому меморандуму не способны защитить, то нам надо создавать ядерное оружие. Я думаю, Украина сейчас должна вернуться к этому плану. Либо договориться с НАТО в вводе каких-то ядерного размещения ядерного оружия, либо разрабатывать свое. Ну и наконец, главной целью войны должно быть обозначено со стороны Запада и со стороны Украины. Обезоружить Российскую Федерацию, то есть лишить ее ядерного оружия, чтобы она вышла из войны без неядерной державы. Пока она ядерная, мы не можем обеспечить безопасность. Никто теперь. Потому что Россия единственная, кто угрожает. Сегодня, кстати, Китай. Я, правда, не понял, пока не нашел, в чем лице возникнуть против этого шага. Китайцы сказали, что это недопустимо размещение ядерного оружия в Беларуси. Ну вот. Есть у нас это заявление. Это на пресс-конференции было заявлено официальным представителем МИДа, так называемой Мао Нин. Женщина Мао Нин ее зовут. Она напомнила, кстати, сослалась на то, что 5 января 2022 года лидеры 5 ядерных государств выступили с совместным заявлением. Если вы помните, Михаил, в котором говорится, что победить в ядерной войне невозможно. При этом она сказала, что войну в Украине ни при каких условиях нельзя доводить до состояния ядерного конфликта. То есть тут, знаете, если вот летом мы констатировали, что Китай дал понять Путину, что не потерпит этого, то сейчас в контексте этого мирного договора это звучит как... Вот, смотрите, это звучит как подыгрывание, собственно, Путину. Нет, сейчас это звучит следующим образом, что все наши надежды, что Путин послушался там СИИ и так далее, или какого-нибудь премьера Индии, все это рухнуло, ничего этого нет. Потому что они говорили, что ядерное оружие неприемлемо, Путин, наоборот, говорит, еще как приемлемо, вот я сейчас еще из Беларуси буду по вам стрелять. Поэтому это прямое повышение уровня конфронтации, прямой путь к ядерной войне, безусловно. Ее вероятность выросла в разы, я думаю, вчера-позавчера в связи с этим заявлением. И меры должны быть такие же, адекватные. Смотрите, например, мы говорим, при чем здесь вот Китай? Китай, лидер Китая СИИ ездил в Москву. И в их финальной декларации одним из пунктов было следующее, что они выражают озабоченность по поводу создания военного блока Австралии, США и Великобритании. И в частности, они требуют, чтобы это не привело к распространению ядерного оружия. Да, распространению ядерного оружия. Сами же при этом Путин занялся ровно таким же. То есть это прям противоречит тем декларациям, которые он делал СИИ. И с чем мы сталкиваемся? Вот есть Китай, ответственная страна, которая ни разу никому не угрожала ядерным оружием, точно. Никому не угрожала ядерным оружием безъядерным странам, что запрещено договором о нераспространении ядерного оружия. Россия напрямую нарушила договор о нераспространении ядерного оружия. Один из его пунктов гласит, что нельзя угрожать безъядерным странам ядерным оружием. Если Россия этот пункт не выполнила, то либо остальные страны заставляют ее выполнить, остальные ядерные державы должны заставить ее выполнить. У них есть инструменты. Либо если они говорят, мы не можем ее заставить, то безъядерные страны, такие как Украина, должны говорить, ну все, мы не защищены больше этим договором, нам он зачем тогда нужен? Если вы не можете одного из ваших же участников как бы остановить в том, что он распространяет ядерное оружие и угрожает нам. Мы обязаны стать ядерной страной, но просто у нас нет другого варианта, как, что теперь делать. Михаил, по поводу ядерного, вы очень смело сказали, знаете, в начале войны мы слышали такие, собственно, призывы, учитывая, что все это связано с Будапештским меморандумом, который был попран вообще самым началом этой войны, 22 февраля, да еще и раньше, 14 года, будем так говорить. Но, собственно, ну давайте быть трезвыми тоже и понимать, что этого, разумеется, не произойдет. Я думаю, что это, возможно, это разумный подход, но маловероятно. И Путин, собственно, ссылается на другую вещь, он говорит, что, ну почему, вот смотрите, Штаты разместили в своих союзников, ну в Западной Европе ядерное оружие, плюс еще, знаете, есть такая вот недекларированная ядерная держава Израиль, собственно, тоже это было благодаря и Британии, бывшей колониальной там державе и США, по факту оно есть, мы это знаем. Почему нам нельзя? У нас вот есть наш союзник Беларусь, Путин вот резонно заявляет, и ему глобальный юг его слушает, и все сходится. Почему нет? Америке можно, а России нельзя. Конечно, можно, а кто? Никто не возражает в этом смысле. Вопрос же не в том, что они где-то его разместили, а в том, что они угрожали этим оружием. Вопрос в этом разница. США перед тем, как разместить оружие в Германии, например, не сказала, мы завтра нанесем удар по таким-то и таким-то городам, правильно? Не сказала, мы завтра будем бомбить Новосибирск, а послезавтра Красноярск. А Российская Федерация это заявила. Они заявили, что они будут бомбить Лондон. Это заявил зам заместитель Государственной Думы, представитель правящей партии. Потом они заявили, что они нанесут ядерный удар по тому городу, где будет арестован Путин, согласно решению ГАКского трибунала. Они заявляли очень много о ядерных ударах по Польше. Это все заявляли руководители Российской Федерации. Медведев, Медведев в том числе. Медведев, да, замсекретаря Совета Безопасности. Если бы этого всего не было, то есть они не угрожали никому ядерным оружием, так не было бы тут никакой юридической проблемы. Как раз нет. Вопрос в том, что так как они напрямую угрожают, то эти новые шаги рассматриваются, как именно они будут наносить эти удары. Они уже анонсировали эти удары. Поэтому я не понимаю, когда вы говорите, что это странный вариант, я не понимаю, в чем проблема. Технологически у нас нет проблем создать ядерное оружие технологически. У нас есть инженеры и так далее, люди, которые принимали участие в создании советского ядерного оружия. Их ученики у нас тоже есть. Технологически проблем нет. Дальше, с военной точки зрения, а как мы будем противостоять в этой войне, ну вот эта война будет длиться еще, может быть, десятилетиями. Я не говорю, вот это горячая фаза, не горячая, какая-то. У нас будет сосед, у которого есть ядерное оружие, который напрямую нам говорит, смотрите, либо вы подарите нам эти земли, либо мы будем вас бомбить ядерной бомбой. И мы должны что делать? Дарить им эти земли? Ну это смешно как бы. Всегда знать, что любые наши победы на поле боя обесценятся, потому что они нанесут ядерный удар по нам. Это уже как бы бессмысленность. Поэтому, конечно, мы должны создавать ядерное оружие в ответное. Но мы должны знать, что мы способны нанести ответный удар в любую секунду. Мы должны знать, что если полетит одна бомба, мы должны уничтожить Российскую Федерацию в обязательном порядке. Иначе как? Они должны знать, что по ним будет удар возмездия немедленный в любом случае, который не зависит от Запада, ни от кого, без консультации с НАТО, как говорится, и так далее. Сегодня большинство россиян поддерживает нанесение ядерного удара по Украине. Большинство россиян поддерживает эту идею. Почему мы должны верить, что этого не будет? Скорее всего, это будет, раз более 100 россиян поддерживает. Ну, подытоживая эту тему, просто нужно еще подчеркнуть, что США вот в лице представителя Пентагона в очередной раз заявила, что Россия, то, что Россия заявляет, пока весь не подтверждается никакими признаками. Вот выступили в Госдепе Пентагона, сказали, что признаков применения в ближайшем времени ядерного оружия пока нет. Ну, а в целом, вот совсем уже закрываю эту тему, Михаил Ясцин напоминает мне такую вот теорию международных отношений, спекративную достаточно, называется Nuclear Peace Theory, то есть теория ядерного мира. Ее пропонентом был такой известный корифей, Кеннет Волтс, я даже брал у него класс в Колумбийском университете. И вот он постулировал, что, собственно, ядерное оружие гарантирует, собственно, мир в мире. То есть никто, посмотрите, как называл, помните, Андрей Андреевич Пенковский называл предыдущий Ким Ирсен, Ким Чен Ин, да, вот отец еще, когда вот у него есть ядро ядерных помоев, но этого уже хватает, что против него никто не, то есть он зарывается против в Японии, против США и ничего. То есть он себе купил таким образом индульгенцию. И можно понять, Иран, который пытается сделать то же самое, собственно. И вы абсолютно верно говорите, если бы не Будапештский меморандум Украины было бы это ядерное оружие, опять-таки спекулятивно, учитывая, как сложно было его содержать тогда, это тоже большой вопрос, могла бы Украина его удержать, но тем не менее, если бы она сейчас была ядерной державой, разумеется, ничего из того, что сейчас происходит в Украине не происходило. Михаил, я вот хотел вас узнать, вы следите за ситуацией в Израиле, потому что, собственно, может быть, это напрямую не связано с Россией и Украиной, напрямую, тем не менее, то, что происходит в Израиле, важно, учитывая, сколько наших там выходцев из наших стран живет, возможно, и у вас там друзья есть, уверен, что есть. И вот эти массовые протесты против судебной реформы, и вот уже сейчас я открываю New York Times, и всеобщая забастовка, Бен-Гурион, аэропорт Закр, то есть полный гвалт, Гармидер, что происходит в Израиле, как вы видите всю эту ситуацию, и какая она может иметь последствия для, вот, мне сейчас напоминают редактора, что, собственно, вот, да, президент Израиля призвал премьера Нитанятку остановить судебную реформу. То есть, на самом деле, очень много всего происходит в Израиле, и я очень встревожен тем, что там происходит, ваше вот ощущение. Значит, да, конечно же, я, во-первых, за всем этим слежу, во-вторых, у меня есть друзья по обе стороны конфликта в Израиле, прям по обе стороны. Сразу скажу, что большинство близких мне людей на стороне демонстрантов, но это большинство, но меньшинство тоже значительное, ни один, ни два человека. Наоборот, на стороне сторонников Нитаньяго, сторонников реформы и требуют сейчас самых жестких мер, там, по разгону, демонстрации и так далее. Поэтому мне трудно, как бы, не находясь в Израиле, выбрать сторону я не могу, потому что нужно было там находиться какое-то достаточно долгое время, чтобы проникнуться, что ли, духом. Мне прям сложно это. Я страшно переживаю за все это, потому что мои друзья, которые там на площади, которые там вот сейчас, во время этих протестов, мне звонят со словами, сегодня ночью может начаться гражданская война. Это вчера вечером мне, да, с этим звонят, со словами гражданская война. Люди, которые, ну, два-три месяца назад, скажи бы я им, что в Израиле будет гражданская война, они бы меня засмеяли, просто сказали, ты вообще потерял реальность там, да, какую-то. Да и я бы сам такого не сказал, естественно, для меня это все стало большой новостью. И вот сейчас многие призывают к крови, с одной стороны, то есть разгонять, сажать, прям там, вот Путин правильно делал, там, и так далее. Ну ладно, Путина там в пример, кстати, я не помню, не приводят. Вот сейчас то, что президент там чему-то призвал, это всем вообще наплевать, судя по всему, уже на этого президента, так уж настолько накалилась обстановка. И вообще это называется, как бы это сказать по-русски, когда дела пошли, такой каскадный эффект, что ли, да, то есть все уже забыли, из-за чего были протесты, с чего все начиналось, что происходило. И сейчас эта напряженность вызывает новую напряженность, это такая ядерная реакция, что ли, не знаю, да, там, цепная реакция, цепная реакция происходит. И уже, например, никто не знает, вот если сегодня, да, все эти протесты против судебной реформы, которую затеяло новое правительство во главе с Бениамином Нитанияу, оно действует, тут надо понимать, вот что такое суть демократии. Это, кстати, для нас самое полезное, это показать, что такое демократия. Вот с одной стороны, правительство Нитанияу, безусловно, демократически избранное, причем избранное недавно, то есть это не то, что там его 8 лет назад избрали, а сейчас он сошел с ума, нет, вот избранное недавно в ноябре были выборы. То есть это легитимная абсолютно власть. Эта легитимная власть пытается использовать, опять-таки, полностью легитимные инструменты. Ну вот у нас есть большинство голосов в парламенте, и мы голосуем на какие-то законы. Дальше, по закону, для принятия этих законов достаточно 51% голосов. И они это делают, то есть все законно, вообще без сомнений, что все это законно. Но не учитывают мнение меньшинства, проигравшего на выборах. А почему они могут его не учитывать? Потому что в Израиле нет конституции. Когда у тебя есть конституция, ты не можешь ничего не учитывать. Конституция нужна, чтобы защитить права меньшинства. В Израиле конституции нет, и быть по определению просто не может. То есть не то, что ее нет, потому что ее забыли написать, не в этом же дело. А проблема в том, что конституция обычно начинается с пункта, что все граждане страны равны перед законом. Правильно? Или там что-нибудь такое. Имеют равные права и равные обязанности. Граждане Израиля имеют... Вот там начиналась бы конституция следующими словами, если бы она была. Все граждане Израиля имеют совершенно разные права и разные обязанности в зависимости от их национальности или религиозной принадлежности. Это была бы достаточно глупая конституция, но тем не менее это в Израиле так. Израиль это не демократия в западном представлении. Это скорее ближе... Ну, там есть элементы Ирана, поскольку там многие... Это теократия, да. Элементы теократии. Не настолько, нет. Вот в Иране все просто. Коран важнее закона. В Израиле не так. Тора, аналог Корана, на равных с законом. То есть в каких-то местах применима Тора, в каких-то закон. Вот этот судебный вопрос вы можете решить только в религиозном суде, а этот в обычном... А этот и в Израиле. Знаете, в свое время меня эта ситуация спасла от необдуманного брака в 98-м году. Девушка оказалась только по папе, не галахической, и мы не смогли расписаться в Израиле. Для этого нужно было вылетать в Кипр. Это был геморрой. И, короче, мне повезло, потому что не суждено было. Нюансов там много. Но сегодня важно другое. Сегодня важно, что вот это отсутствие Конституции, которое, я говорю, предпринять невозможно, я никого не упрекаю в ее отсутствии, но факт, что не учитывание, то, что не были учтены как бы интересы меньшинства в какой-то степени, я не знаю, как их учесть. То есть я сейчас вот не... Это не критика моя там в адрес даже правительства. Потому что, но тем не менее, вот факт, да, такой, так получилось уже. Привели вот к этому противостоянию, которое угрожает перейти прямо в кровавое противостояние. Прямо сегодня. Там власть собирается сегодня выводить, ну, сторонники власти выводят на улицу футбольных фанатов, например. Причем такие ультра-сгруппировки иерусалимского бейтара. Ну, это как одно из мероприятий по противостоянию вот с теми протестующими. То есть там черти что творится, куда это заведет, непонятно. Многие беспокоятся, что гибнет страна буквально, потому что военные отказываются выполнять приказы, что в истории Израиля никогда этого не было. И я скажу так, что все мои наиболее взвешенные друзья, наиболее глубоко думающие об этом, даже сторонники реформы, считают, что надо отменить сейчас вот всю реформу, все откатить назад, несмотря на то, что они сторонники реформы. То есть они говорят, да, мы считаем, что она была правильная, но нужно отменить, чтобы остановить кровопролитие, чтобы не допустить гражданской войны. Ну, вот такая вот позиция мне в какой-то степени близка. Вот буквально редакторами вот уведомили, что буквально вот сейчас стало известно, что премьер-министр Израиля Даньяху согласился таки заморозить принятие судебной реформы. Это после того, как он много раз отказывался это делать. Собственно, вот сейчас, судя по всему... Нет, Питер, это не совсем так, потому что он не может это все сделать в одно лицо. Он-то, может, и хочет ее откатить назад, но у него есть коалиция, это коалиционное правительство. Он не один... От которого, разумеется, от одного человека он как карточный домик, повалится вся его власть. От одной партии. Сейчас это еще сложнее. Конечно, там есть одна партия, которая говорит, а мы не согласны откатить назад, мы выйдем тогда из коалиции. Все не так просто. Все не так просто. У нас еще остается немного времени, и все-таки хотел коснуться темы глобального юга. Уже упоминал этот термин здесь в нашем интервью. Так вот, примечательное недавнее заявление Сергея Лаврова на заседании попечительного совета фонда поддержки публичной дипломатии, где он сказал о том, что многие страны, так называемых глобального юга и востока, видят в России надежного партнера. Давайте послушаем. Сегодня многие страны глобального юга и глобального востока, а мы их называем мировое большинство, видят в России надежного, предсказуемого партнера, готового взаимодействовать с ними на основе равноправия, баланса и взаимного учета интересов. Все они прекрасно понимают, что речь идет о том самом становлении нового миропорядка, о чем я упомянул в начале своего выступления, и они понимают, что от исхода этого противостояния будет зависеть и их место во будущем мире, включая решение вопроса о том, будут ли они способны в этом новом многополярном мире уважать свои традиции, свои ценности, исповедовать свою религию, учить своих детей на том языке, который является для них родным, или же окажется в подчиненном положении, когда любой премьер или президент в западных столицах сможет диктовать им, как устраивать жизнь, как налаживать экономику, на какие жертвы для собственного населения идти ради ублажения запада, который по-прежнему хочет жить за счет других, тем самым подтверждая, что колониальный менталитет никуда не исчез, и как и 500 лет назад, запад пытается продвигать колониальные и неоколониальные методы ради того, чтобы сохранить свою гегемонию. Ребят, знал бы я, что так долго эта грустную лошадь эту будем видеть, никогда бы редакторам не позволил это включать. Но с другой стороны. Сейчас спорим и ссоримся из-за этого, да. Но, тем не менее, это важно, это важно, опять-таки, учитывая, мы читаем о том, как Россия сейчас пытается подвинуть бывшие колониальные такие страны, державы, как Францию, в Африке, в целом ряде стран Сахеля, под Сахарной Африкой и так далее, причем работают очень цинично, поддерживают отдельных князьков, отдельных президентов, служат в качестве тот же Вагнера, телохранителей, телохранителей, бадигайдс, телохранителей, да, выкачивают золото, то есть Центральная Африканская Республика, то есть получают свои деньги и так далее, абсолютно целичный подход. Мне тут вот как раз и видится, это такая вот сфера взаимодействия с Китаем, и Китаю будет выгодна Россия в этом отношении, в продвижении этих антиколониальных тез, о разговорах о новом миропорядке, потому что, мне кажется, все равно у России это все равно маловато, я думаю, какие-то африканские страны, они могут отцепить, как бы, но глобально, я не знаю, вот ваше ощущение, Михаил, насколько все-таки не тонкали кишка для России вот посягать на ПАКС Американо без санкций на то Китая и без сотрудничества с Китаем. Так а зачем Китаю и Россию для этой ситуации? Вот тут же простой вопрос. Ну, предположим, вот давайте так на секунду предположим, что Лавров все правильно говорит. Ну, предположим, да, что какие-то действительно там антиколониальные, глобальный юг и вся вот эта история. Ну, предположим. Так а вы кто такие? Задаст глобальный юг вопрос Российской Федерации. Вы кто вообще? Ну, в смысле, если брать, он говорит, глобальный юг это то, где большинство населения. Ну, прекрасно, Китай. Сколько там у них? 17% мирового ВВП или 20% мирового ВВП, да? А вы кто? Россия 1%? А вы кто? Ну, вообще, вы зачем нам нужны? Вот. И дальше вопрос. А кто с кем еще? С Индии, Россия, а вы кто? В отношении населения никто. В отношении экономики, ну, просто никто. Вот есть, он говорит, многополярный мир, в смысле, ну, не в России же полюс будет, правильно? Потому что Россия здесь при чем? Ну, есть действительно сильные и богатые страны. Вот есть там США. Мы понимаем, что США 25% мирового ВВП, не знаю, там Евросоюз еще 25%. Япония еще там, с Австралией особенно, если соединить, там еще процентов 7-8%. Китай, понимаем, Россия в смысле. Тогда давайте Индонезию объявим полюсом или Малайзию, или Нигерию. Ну, население побольше, Бангладеш больше может претендовать на полюс. Поэтому все эти слова, они хороши, пока не вспоминаешь, кто их говорит. Если бы такие вещи сказал президент, председатель Китайской Народной Республики, или премьер-министр Индии такое сказал бы, или премьер-министр Японии, в которой вы находитесь, у которой 5% мирового ВВП, даже больше, по-моему, 6%, ну, было бы понятно. Было бы понятно, о чем он говорит. А вы кто? Вот же в чем дело. Поэтому, когда вы говорите, кашка, кашка, тонка, так у них не только в том, что они одни не могут, а когда это делают другие, то они не нужны. Потому что они претендуют там на, действительно, у них есть там интересы в 6-7 странах Африки. Ну, в Африке 60 стран. Окей, в 6-7 действует как-то Вагнер и украл пару месторождений. Все чистая правда. Только из остальных 60 стран, в 30 китайцы просто не без всякого Вагнера построили огромные заборы, забрали огромные территории в управление и полностью управляют этими странами. Там 20 или 30, я не знаю. А в остальных 20 или 30 западный мир точно так же рулит. И только самые маленькие в общем страны, да, где есть какое-то одно там ни к чемное месторождение, оно есть, конечно, да, поэтому вы смотрите там. Мали. Ну, посмотрите на карте Мали, где оно вообще выглядит, с кем оно граничит, что такое Мали. Ну, посмотрите, вот поищите. Вот вы узнаете, что такое Вагнер, что такое Мали. А для сравнения возьмите Кеню в Танзане. Ну, это в основном пустыне. Да, ездят по Кене из Танзании мимо китайского забора, который просто никогда не кончается. У тебя там 100 миллионов населения на двоих в Кене из Танзании и бесконечный забор. Вот. А по Нигерии проедешь, у тебя Великобритания в этой Нигерии и 200 миллионов населения. Поэтому, ну, вопрос, про кого мы говорим. Это все фантазии такие кремлевские, но они там придумали себе альтернативную географию. Но проблема, что они не нужны. Единственное, что осталось нам вырвать из них последний гнилой зуб, это ядерное оружие отнять. Одиннадцатой экономикой мира. Одиннадцатой. Ну, понимаете, что после войны она будет двадцатку не входить. Это до войны она была одиннадцатой. Сейчас весь мир растет, кроме России, Украины и Беларуси. Вот весь мир. В прошлом году вырос ВВП, кроме как в России, Украине и Беларуси. Мы представляем, что такое будет развалин на этой Российской Федерации. Из нее уехали все самые талантливые люди. Просто все. Все, кто что-то умел, все встали и уехали за этот год. Ну, кто, с кем они будут, что они будут строить там? Там будет такая толпа цыган какая-то. Ну, извините, нет, цыган это я обидно сказал. Толпа непонятно кого. Бомжи. Вся эта Россия будет после войны. Вы сказали по поводу утечки мозгов. Да, это с началом войны речь идет о сотнях ученых, в том числе специалистов мирового уровня, которые покинули страну в последние месяцы за антивоенной оппозиции. Вот это как раз по сообщениям проекта. Будем говорить об этом дальше следующим нашим спикером. Спасибо большое, что были с нами. Друзья, политтехнолог Михаил Шейтельман.